Но если это будут ваши первые наушники такого уровня? В 2018 году компанией Sony были выпущены полноразмерные наушники WH-1000XM3 и они по сей день составляют конкуренцию американским Bose 35. В плане легкости и комфорта наушников американский конкурент лидировал в этой гонке. Перед тем, как я получил наушники на обзор, я надеялся на какие-то глобальные изменения между модельным рядом. Но открыв коробку, их было сложно отличить от своего предшественника. В коробке, как и у предшественника, лежит твердый чехол для транспортировки наушников, кабель 3.5 джек для подключения по проводу или когда наушники разрядились, авиапереходник и короткий кабель Type-C для зарядки. Внешне наушники практически не изменились. Элементы управления остались прежние. Две кнопки включения на левой стороне и правая сенсорная панель с возможностью включения режима для разговоров. Когда прикладываешь ладонь к чаше, включается режим прозрачности. А вот что изменилось, так это электроника и немного посадка. Заглянув в чаши наушников, можно заметить одно новшество. Это зеркальный датчик в левой чаше, который позволяет наушникам остановить и возобновить музыку, когда наушники снимаете и заново надеваете. Это весьма удобное новшество, так как раньше, повернув голову вправо, можно было случайно включить подбородком музыку при положении наушников на шее. А сейчас они понимают, что все же они не на ушах и лишены случайного включения. Также изменения коснулись и посадки. Минимальное положение наушников стало более плотным и при этом увеличилось пространство для ушей. Тактильно еще амбишуры стали более мягкие. Теперь наушники носить комфортнее по несколько часов подряд. Наушники не умеют работать по USB от компьютера, но могут одновременно шумодавить и быть подключены по кабелю 3-5 мм. Материал корпуса наушников SoftTouch пластик. В новом поколении он стал более матовый и на нем меньше заметны отпечатки пальцев. По времени автономной работы количество часов осталось прежним, до 30 часов на одном заряде. И прогресс заключается в том, что производителю удалось сохранить время работы наушников, улучшив качество обработки звука. А также 10 минут на подзарядке вам хватит для того, чтобы наслаждаться музыкой до 5 часов. Новый процессор в наушниках способен вывести качество звука и шумодава на новый уровень. Также он позволяет подключать два источника сигнала, правда с маленькой оговоркой. Будет использоваться только кодек AAC, но зато можно быть уверенным, что и звонки, музыка или видео будут играть на наушниках. А еще улучшили качество разговорных микрофонов, их здесь уже 5. Да, голос звучит с некой цифровой обработкой, но уже явно лучше, чем было у предыдущего поколения. Для полноценной работы и настройки наушников вам необходимо установить приложение, в котором есть ряд доработок и новых функций. В настройках аудио все так же настраиваются индивидуально профили шумоподавления. Например, наушники понимают, что вы идете и у вас настроен профиль на максимальное пропускание шумов. Или наоборот, вы сидите на рабочем месте и вам необходимо настроить наушники на максимальное шумоподавление. То с включенной геолокацией профили будут переключаться и шумодав будет работать согласно ваших настроек. Конечно, можно и выключить автопереключение. И еще одна из новинок – это активация режима разговора по обнаружению вашего голоса. В приложении анализируется ваш голос и во время прослушивания музыки вы можете что-то начать говорить. Как через секунду музыка выключается и активируются микрофоны, с помощью которых вы слышите собеседника, не снимая наушники. И в приложении можно выбрать, через какое время после вашего замолкания возобновится музыка или вовсе не будет возобновляться. Также оставили функцию адаптации шумодава относительно атмосферного давления и расширили настройки для аудио 360. При настройке которой вам придется даже сфотографировать ваше правое и левое ухо. Не знаю, как это вообще помогает работать функцией, но звук меняется. Кто еще не знает, 360 Reality Audio – это новая функция на базе технологии объемного, объектно-ориентированного звучания от Sony. Просто говоря, достигается виртуализация в форме сферы внутри вашей головы. Музыку, созданную в новом формате 360, можно послушать с помощью приложения, поддерживая музыкального сервиса, в том же Tidal или Deezer 360. Данная функция напомнила мне бинауральные записи, которых также немного. Можно поиграться с этой функцией, но сказать, что за этим будущее – нет. Так как данная виртуализация отдает неким призвукам из ведра с потерей напора и драйва. Если говорить о самом звуке в обычном режиме, то по сравнению с третьим поколением он стал более выразительный. Панчевого низа стало меньше, и за счет этого середина получилась более воздушная. Немного меньше каши и пелены в музыке. Хоть с включенным DSE и восстанавливается высокое качество звука, потерянного в сжатии, для более богатого и плотного прослушивания, но лезет немного синтетика. Но это если уж сильно придраться. Но наушники все равно плотно и драйвово отыгрывают музыку со своим фирменным характером. Если вы слышали третье поколение, то другого почерка и характера звука вы не услышите. Да, все стало чуть объемней, разборчивей, с более точным ударом на низах, но при этом уровень громкости у наушников не увеличили ни на процент. Мне попадались некоторые записи, на которых хотелось еще пару раз добавить громкости, но увы. Несмотря на это, звук у наушников комфортный, с хорошим объемом, что соответствует топовому уровню беспроводных наушников 2020 года. Можно прийти к выводу, что если вы счастливый обладатель тройки, то вам нет смысла бежать и обновлять ваши наушники на новое поколение. Но если это первые ваши наушники такого уровня, то однозначно стоит рассмотреть данную новинку, так как улучшения есть по сравнению с предыдущим поколением. Тем более Sony доказали, что могут в очередной раз выпустить одни из лучших полноразмерных наушников с активным шумоподавлением. А купить эти наушники и сравнить с конкурентами можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Одессе и Днепре. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. В нем мы публикуем анонсы, новинки из мира аудио и текстовые обзоры. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.